Движение Искателей Бога представляет Вот, и я спросил Господь, о чем бы Ты хотел, чтобы мы поговорили сегодня? И знаете, о чем я хочу сейчас поговорить? Я думаю, Вы обрадуетесь. О деньгах. О деньгах и о Божьем обеспечении. Потому что, наверное, здесь нет никого, кто бы не нуждался в деньгах. И в том числе я нуждаюсь в деньгах. Мне надо очень много денег. Очень много денег мне надо. Когда я стоял здесь и молился, я Господу приносил все события, Божьи события, на которые нужны деньги. И просил Его. Поэтому давайте в конце все вместе мы попросим у Бога денег. В конце все помолимся. Много денег. В мае месяце мы будем делать конференцию. Нам нужно будет на нее много денег. Они уже нужны. Билеты проповедникам покупать, благословить всех и так далее. Нам нужно много денег. Здание мы строим. И на этой неделе нужна тысяча долларов, которые пока у нас нет. И также потом дальше где-то, может быть, 80 тысяч надо будет долларов на все, чтобы полностью сделать. Может быть, примерно столько, сколько в Армении. Я не знаю, сколько будет бюджет Московской конференции, но он тоже будет большим. Тоже это будут, может быть, 50 тысяч долларов, 60 тысяч долларов. Я не знаю, но это будет крупный бюджет, будет крупное мероприятие. Вот. На что еще нам деньги нужны? Землю купить там, где мы будем создавать молитвенные центры. Нужны финансы для того, чтобы до конца выкупить здание в Эстонии. Также Максим покупает здание, ему не хватает финансов. Нужны финансы, чтобы выкупить это здание. Нужны финансы, чтобы купить землю и построить молитвенный центр в разных странах. Вот как в Эстонии, на Дальнем Востоке, в Алмате, а также в Москве. Вот. А здесь нам нужно также не только вот этот закончить, это план минимум. А потом нужно здание для библейской школы, как гостиница. Все студенты скажут аминь? Аминь! Отель Пятизвездных. Уже все равно. Они уже не будут учиться. Да. Будут раскатывать просто. Нам нужно... Может, там кому-то еще преподаваться. Нужно здание. Отель. Нам нужно здание для школы. Вот. Нужны залы, где бы мы могли собираться делать уединение. Мы не можем сюда даже много людей пригласить, потому что мы просто сюда не влезем. Еще десять человек, и у нас уже будут трудности. Тут ни воздуха нам не хватит, ни места. Нужны помещения. Вот. Так что нужны финансы. А также каждому лично нужны финансы. Мало того, что для служения очень много нужно денег. Нужно обеспечение каждого служителя. Мы живем верой. Доверяем Господу свое обеспечение. И нам нужны финансы. Мы все оставили. Посвятили свою жизнь служению Иисусу на полное время. И если кто-то не будет служить Богу на полное время, не отвлекаясь, то невозможно сделать Божье дело успешно. И потому что в любом деле нужно посвящение. Если мы будем отвлекаться, то не получится у нас сделать именно по-настоящему, как для Господа, как бы хотел Господь. Не получится успешно это сделать. Вот. Нужна полная фокусировка, чтобы не отвлекаться. Соответственно, нужны финансы на жилье, на транспорт. Нужны финансы на... На то, чтобы, когда рождаются дети, няню благословить. Вот. Мы каждый раз, когда Оля родила троих детей, не троих, а когда еще, наверное, Аня была, да, мы еще в Минске стали приглашать няню, чтобы помогала нам с Настей, да, с Настей. И мы стали приглашать, чтобы с нашими детками нам помогали, чтобы жена моя могла служить вместе со мной. И чтобы строить служение. И мы на няню тратили всегда очень много денег. Каждый месяц. Начиная еще с Минска, потом мы переехали в Борисов, потом из Борисова сюда, и у нас всегда была няня. Ну, неважно, какая разница. Да? На семейный день. Вот. А в Борисове уже полностью, на полное время, а потом здесь тоже полностью. Вот. А были периоды, когда у нас было вообще такое время горячее. Вот это до 2010 года, года 3-4, у нас вообще две няни помогало. Вот. Потому что мы были, служение росло, и выбор был простой. Кто-то же должен какую-то работу сделать, и выбор был простой. Либо мы бросаем служение, сокращаем служение и занимаемся домашними делами, либо кто-то нам поможет, а мы тогда сфокусируемся и сделаем служение. И мы выбрали лучше, мы будем, ущемим себя, ограничим себя в питании. Нам часто денег на еду не было вообще, не хватало за квартиру заплатить. Мы такую квартиру снимали, трехкомнатную, такую вообще без ремонта, такую убитую. Вот. Ползинк был, как-то зашел на нее, чуть не заплакал. Вот. И мы снимали квартиру, и, ну, конечно, многие из вас, ну, не только мы, мы тоже самое. Вы тоже самое все прошли или проходите. и, тем не менее, мы тратили финансы на то, чтобы у нас были няни, которые, помощники, которые могли бы помочь нам. Мы с Олей посвятили себя служению, но при этом, понятно, воспитывая детей и занимаясь, естественно, ими, это само собой. Вот. Но на все нужны финансы. И без финансов мы бы не смогли благословлять наших нянь, либо нам бы пришлось отвлекать наших помощников. Вместо того, чтобы няню благословлять, нам бы пришлось наших помощников оставлять с детьми, и они вместо того, чтобы делать дело Божье, занимались бы нашими, помогали бы нам дома и с детьми, что, опять же, не лучший вариант. Нужны другие люди, которые будут как работать, которых мы будем благословлять. И везде, если ты хочешь, чтобы дело Господне росло, нужны финансы. Вот как ты не, куда ты не упрёшься, нужны финансы. Вот. И для семей нужны финансы. И для того, чтобы нянечку иметь, нужны финансы. И в результате без финансов мы вообще не можем делать ничего. Не получается. Ну, можем, но просто оно становится очень ограниченным и фактически ничего. Потому что туда надо идти и просто себя обеспечивать. Вот. И это, конечно, хорошо, но зависит от призвания. А если ты призван Богом на полное время? А мы почувствовали с Олей, что Бог призывает нас на полное время Богу служить. И что делать? И не раз было искушение, когда денег не хватало нашей семье, пойти на работу и зарабатывать деньги. Много раз было искушение. Были случаи, что Оля предлагала мне уже, говорит, ну всё, уже мочи нет. Давай, давай, ты служи, я пойду на работу. Я говорю, нет, это не вариант, это не выход. Мы будем вместе служить. Давай что-то делать. Вот что делать? И поэтому хочу поделиться с вами своим опытом финансирования Божьего служения, поделиться с вами некоторыми историями, вот как я уже начал, а также местами Писания, которые для меня очень важны и которые вселяют в моё сердце веру, а без веры угодить Богу невозможно. Нам нужна вера, а вера приходит от слышания Слова Божьего. Поэтому я верю, что больше, чем деньги, нам нужна вера. Больше, чем деньги, нам нужна вера. Вот. Когда у нас есть вера, будут деньги. Но доверие Богу и доверие Богу и вера в Его обеспечение важнее, чем сами финансы. Если бы кто-то тебе предложил деньги или веру в Божье обеспечение, что взять? Вот многие бы взяли, наверное, деньги. Мы бы сказали, вот держи деньги, но деньги ты возьмёшь, потратишь и всё. А если у тебя будет вера в Божье обеспечение, то тогда ты будешь видеть Божье финансирование всю свою жизнь. Будешь доверять Господу и никогда не останешься без крыши над головой, голодным, без обеспечения, никогда не останешься. Бог будет тебя благословлять. Итак. Итак. Давайте откроем с вами местописание. Книга Агея, 2 глава, 8 стих. Книга Агея, 2 глава, 8 стих. Моё серебро и моё золото, говорит Господь Саваоф. Итак. Все деньги у Бога. Все, кто думает, что деньги принадлежат им или какое-то имущество, или машина, или квартира, или дом принадлежат ему, заблуждаются. Всё принадлежит Богу на этой земле. Он у кого хочет, берёт, и кому хочет, отдаёт. Вы можете на это сказать аминь? Аминь. Он сказал, серебро моё и золото моё. Это одно из самых главных мест Писания, которое надо знать. Агея, 2 глава, 8 стих. Моё серебро и моё золото, говорит Господь Саваоф. Итак, раз оно Божье и раз у него деньги есть, то получается, что это не так, чтобы у нас денег не было. Это не так, чтобы мы с вами нуждались в деньгах. Вопрос, как сказать, как сейчас я попробую выразить эту мысль по-другому. Как-то, короче, если ты знаешь, что всё есть у Бога, то тогда тебе остаётся просто от Него это получить. Получается, когда Он говорит, серебро моё и золото моё, это означает, что больше, чем серебро и золото, нам нужен Господь, и нам нужны взаимоотношения с Ним. Ведь серебро и золото у Него, и можно посвятить себя поиску серебра и золота, а можно посвятить себя поиску Господа, у Которого есть серебро и золото. И, конечно же, можно искать Господа не ради самого Его, как Личности, а ради того, что есть у Него, и Он может нам дать. Но можно, ища Его самого, как Личность, прежде всего, при этом, понимать, что Он хочет Сам нас благословлять, и никто из ищущих Его не останется не обеспеченным. Потому что Его серебро и Его золото. И когда кто-то, Он ищет Его, Господь Его благословит. Давайте посмотрим Евреям 11.6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Итак, Господь воздает ищущим Его, в том числе финансово. Господь воздает ищущим не финансов, а ищущим Его. И каждый раз, когда нам с Олей нужны были деньги, каждый раз, когда нужны были деньги для того, чтобы заплатить за дом, купить еду, для того, чтобы благословить нянечек, которые нам помогали, каждый раз мы продолжали искать Господа и не уступили в этом, как бы нам ни было трудно. Иногда было сильное искушение отправиться на поиски финансов, но мы за все годы служения мы не поддались этому искушению, мы не отправились на поиски финансов, мы продолжали искать Господа для себя и для других людей. И мы увидели Божью верность, что то, что здесь написано, это правда. Здесь написано, и ищущим Его воздает. И это правда, Он на самом деле воздает ищущим Его. И мы увидели Божье обеспечение, каждый раз Бог творил для нас чудеса. И мы так много увидели Божьих чудес, что уже все меньше и меньше стали волноваться. Почему? Потому что каждый раз волнуешься, переживаешь, придет, не придет благословение, и каждый раз приходит. И до сего дня вот уже скоро будет 20 лет нашей семье в следующем году и 20 лет нашему служению нашей семьи. И за все эти годы никогда, ни разу ничего плохого не случилось. И когда ты оборачиваешься назад, ты понимаешь, что если Бог мог сделать это, Он способен и дальше обеспечивать нас. И поэтому вот это местописание, когда Бог говорит, серебро мое, агей 2.8, серебро мое и золото мое, а также здесь ищущим Его, ищущим Меня, Господь говорит, Я воздам, это правда. Это не просто местописание, это истина. Так и есть. Еще одно местописание, давайте откроем Псалом, 33-й, 11-й стих. Скинны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Аминь. Псалом 33-й, 11-й, Скинны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Надо стать на это местописание. Надо нам это местописание глубоко сокрыть в своем сердце. Мы будем искать Господа для себя и других людей, а мы не будем терпеть нужды ни в каком благе. Скажи вместе со мной, я не буду терпеть нужды ни в каком благе, потому что я буду искать Господа. Я буду искать Господа. Скинны бедствуют. Скинны, вы знаете, кто такие Скинны, да? Скинны, церковь Скинминс есть такая, да, это церковь Скинминс. Церковь Скинминс бедствует и терпит голод, а искатели Бога не терпят нужды ни в каком благе. Шутка, шутка, нет, конечно. Вот. У нас партнёры есть из церкви Скинминс. Значит, Скинны в переводе с древнего славянского, видимо, означает молодые львы. То есть даже молодой лев при всей своей силе бывает голодает, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Здесь полная комната ищущих Господа и полный прямой эфир. Надя заполняет прямой эфир. И мы не будем терпеть с вами нужды ни в каком благе. Аминь. Господь наш обеспечитель. Давайте посмотрим Бытие 22 главу. Здесь Господь открылся Аврааму как Иегова Иры. Кто помнит, как Иегова Иры переводится? Бог усмотрит. Аминь. Обеспечит значит. Бог усмотрит. Бог позаботится. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам. И он сказал Вот я. Бог сказал Возьми сына твоего единственного твоего которого ты любишь Исаака и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром оседлал осла своего взял с собою двоих из отроков своих Исаака сына своего наколол дров для всесожжения и встав пошел на место о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои увидел то место издалека и сказал Авраам отрокам своим останьтесь вы здесь с ослом а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся и взял Авраам дрова для всесожжения возложил Исаака сына своего взял в руки огонь и нож и начал Исаак говорить Авраам отцу своему и сказал отче мой и он отвечал вот я сын мой и он сказал вот огонь и дрова где же агнец для всесожжения 8 стих Авраам сказал Бог усмотрит себе агнца Бог усмотрит Иегова Иры Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой и шли далее оба вместе и пришли на место о котором сказал ему Бог и устроил Авраам жертвенник дрова и связав сына своего Исаака положил его на жертвенник поверх дров и простер Авраам руку свою взял нож чтобы заколоть сына своего но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал Авраам Авраам и он сказал вот я ангел сказал не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего ибо теперь я знаю что ты боишься что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня и возвел Авраам очи свои и увидел и вот позади овен запутавшийся в чаще рогами своими Авраам пошел взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака сына своего и нарек Авраам имя место тому иеговы ире посему и ныне говорится на горе иеговы усмотрится итак Господь усмотрит и даже Авраам думал что Господь усмотрит одним путем а оказалось Господь усмотрел другим путем так и мы бывает такое бывает так что мы хотим думаем Господь усмотрит таким путем и мы готовы 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 принести любую жертву и готовы увидеть Божье обеспечения с какой-то другой стороны а вместо этого вдруг обеспечение приходит с неожиданной в этой истории есть много поучительных всяких уроков эта история просто потрясающая но одна из мыслей здесь что все это время овен был запутавшийся рогами в кустах для нас здесь урок когда Авраам пришел овен уже был там для нас это урок то что ты хочешь иметь уже существует ты об этом еще молишься но это не так что этого нет и бог скоро это создаст оно уже есть овен уже в кустах твой овен уже в кустах запутался рогами твой овен уже в кустах аж не верится да говорит Толя господи верую помоги моему неверию твой овен уже в кустах когда ты говоришь господь усмотрит знаешь что твой овен уже в кустах верь вот почему я говорю что вера нужна даже больше чем чем деньги верь твой овен уже в кустах обеспечение твоего служения обеспечение того о чем господь говорит в твое сердце уже есть вот на этой неделе нам нужна тысяча долларов которую надо заплатить работникам за работу которая которая сейчас строит наш дом и у нас нет тысячи долларов а мы говорим а мы говорим тысяча долларов где-то в кустах где-то зацепилась тысяча долларов она есть в кустах надо проверить все кусты вокруг тысяча долларов уже есть на строительство дома молитвы есть это тысяча долларов вот и мы не знаем как она к нам придет кого господь использует каким путем но мы знаем что господь усмотрит потому что серебро мое и золото мое сказал господь поэтому у меня нет тысячи долларов а у господа есть тысяча долларов соответственно если я ищу тысячу долларов куда мне надо идти господу а не в кусты господу надо идти а потом в кусты надо идти к господу вот у господа есть эта сумма которая необходима нужно идти к нему нужно просить его открывать ему нужду и верить что бог обеспечит эту нужду вот не бояться а доверять вера изгоняет страх неверие вселяет наш страх мы говорили про мир как узнать что мира в сердце нет там будет страшно вместо мира приходит что-то другое вера она так же как и мир приносит приносит спокойствие вера приносит радость как узнать что веры нет и что нам нужно срочно поработать в этом направлении приходит страх приходит страх если страшно значит нет веры вот не должно быть страшно потому что должна быть вера соответственно надо работать даже не над тем чтобы бегать и с этим страхом что-то делать и ведомыми ведомые страхом начинать там звонить писать бегать все пропало потому что человек движим и страхом он сделает ошибки он что-то неправильно сделает человек движим и страхом он неправильным голосом даже будет говорить человек движим и страхом он он что-то сделает не так вот человек движим и страхом он чувствует на себе давление а чувствуя на себе давление и разговаривая под этим давлением Он принесет это давление в жизнь тех, с кем Он говорит. И таким образом ничего не получится. Потому не получится обойти Господа и не получится обойти веру. И прямо сегодня, прямо сейчас Господь умножает нашу веру своим словом. Итак, Бог усмотрел. Авраам, смотрите, как Богу доверился. Что сына своего в жертву готов был принести. Даже не понимая, что Бог делает. Но также смотрите, насколько Бог хотел, чтобы Авраам свое сердце показал ему. Насколько он хотел, чтобы Авраам был именно к Богу прилеплен. Поэтому так и нам с вами надо все поставить после Бога. Финансы не должны идти впереди нас. Финансы должны идти за нами. И еще раз эту мысль на всякий случай. Не мы идем за финансами. Финансы идут за нами. Финансы — это шлейф. Финансы — это шлейф. Этот шлейф идет за нами. А мы идем за Господом. Если вы записываете, то запишите себе эту мысль. Что финансы... Мы идем за Господом, а финансы идут за нами. И не наоборот. Мы не пойдем за деньгами. Мы пойдем за Господом. Есть деньги, нет денег. Мы пойдем за Господом. И когда мы идем за Господом, то финансы пойдут за нами. И также, как я уже сказал и как мы прочитали, овен в кустах уже есть. Здесь есть очень глубокая духовная мысль. Допустим, когда мы искали здание, чтобы купить его здесь, в Украине, мы знали, что у Господа это здание есть. И Он его видит, Он на него смотрит. И вы знаете, совсем по-другому молиться, когда ты знаешь, что здание уже существует, Бог на него смотрит, Он его видит. И тогда, если ты понимаешь, что у Бога все есть, что у Него есть деньги, у Него есть здание, уже есть эта земля, у Него есть, то тогда ты даже не в объявление идешь прежде всего, а к Господу. А если забываешь, что у Бога есть, и Он прямо сейчас на это здание смотрит, если забываешь, то начинаешь тогда как-то без Бога. Начинаешь сам думать, начинаешь тревожиться, начинаешь искать. И вместо того, чтобы концентрироваться на том, чтобы услышать голос Божий, начинаешь включать только человеческую логику. Все плюсы, все минусы, все естественные пути свои перебираешь. А Бог не ограничен естественными путями. И мы начинаем Его ограничивать тогда. А Он не ограничен. Поэтому нужно всегда понимать, что у Бога все есть. И однажды Господь нам показал это здание. Звонит мне Саша и говорит, Александр Евгеньевич и говорит, представляешь, здание, которое продавали за 120 тысяч долларов, вдруг выставили на продажу за 60 тысяч долларов. И мы взяли это здание. И Господь благословил нас финансами. А денег у нас не было. Мы взяли здание без денег. Мы сказали, берем хозяевам этого дома, никому не продавать. Берем. А денег нет. И пошли к Господу. У Бога же есть деньги. Помолились. Попросили у Господа денег. И оказалось, что об этом узнал один из партнеров нашего служения в Киеве. И он говорит, а у меня именно на молитвенный центр отложены деньги. И я эти деньги специально отложил и собирал именно на молитвенный центр. И он говорит, даже если бы не вы его делали, а кто-то другой, я бы тогда другому дал бы эти деньги. То есть это именно на создание молитвенного центра. Он говорит, ну вот вы ко мне первые обратились. Он говорит, у меня есть 10 тысяч долларов. И он дал первую сумму. Это буквально произошло через день или через два дня, как мы решили брать это здание. А так можно, смотрите, думать. Вот попробуй ты додумайся, что у него лежат 10 тысяч долларов отложенные. Это же невозможно предвидеть. И получается, это можно только тогда узнать, когда уже ты вот туда пришел, так сказать, когда ты уже, процесс начинается. А так ты не знаешь даже. А вот Господь, оказывается, на сердце проговорил и приготовил заранее. И поэтому нам не нужны деньги. Нам не нужны деньги. Я это переживал много-много раз и продолжаю это переживать. Нам не нужны деньги. Нам нужен Господь, нам нужны Его цели, и нам нужно идти за Господом и к достижению Его цели. А деньги пойдут за нами. Мы не пойдем за деньгами. Мы пойдем за Господом. Пусть деньги идут за нами. И в результате мы купили здание. А последняя сумма как пришла? Последняя сумма была 8 тысяч долларов. Ее не хватало. Как она пришла? Я полетел на Дальний Восток. Представьте. На Дальний Восток. И одна женщина подходит ко мне в толпе. После проповеди обычно там все в очередь выстраиваются. Селфи делать или на Пенуэле что-нибудь написать. И какая-то женщина тоже терпеливо стоит, ждет, подходит, говорит, я хочу вас благословить именно на молитвенный центр. Я вот прочитала в Одноклассниках, что вы строите молитвенный центр в Украине. Хочу благословить. Сама с Камчатки. Вот, представьте. Говорит, хочу благословить на молитвенный центр. Я говорю, ой, спасибо большое, очень благодарен, очень рад. Вот. И она говорит, а помните, я вам писала в Одноклассниках? А я не помню. А она говорит, ну я вам написала. Ко мне много людей пишут в социальных сетях, просят о чем-то помолиться. Я каждый раз за них молюсь. Ну и даже иногда вижу, когда прям нужду, но даже когда не читаю, а все равно я знаю, что мне люди постоянно пишут, в комментариях везде, я все время молюсь. Господь, все, кто в социальных сетях просят молитвы, помоги им, Господь, и все время молюсь. Но и каждый раз, когда вижу нужду, я сразу благословляю, сразу молюсь. Но так много людей пишут, что я не могу вспомнить каждого. Вот. Ей казалось, что я ее помню, но я честно ей сказал, говорю, я, простите, я не помню. Она говорит, ну неважно. Короче, я вам написала, что у меня не продается мой бизнес. Я хочу с Камчатки переехать в Крым. И если я продам, если я продам этот бизнес, то я хочу такую-то сумму пожертвовать Господу. Вот. И говорит, и после того, когда я вам написала, и вы мне написали, что помолились, у меня сразу бизнес продался. И я принесла свой обед Господу. Вот моя сумма. Я даже не знал, сколько там. Я взял просто и все, пошел. Потом, когда я посмотрел, я просто обалдел. Там было 500 тысяч рублей российских. 500 тысяч российских рублей. Полмиллиона, представляете? Это было 8 тысяч долларов. Какие были такие, которые вы так смотрели? Ну, там был толстый конверт, но я подумал, что она мелочи туда насовала. И такое бывает, знаешь. Ну, я думал, что, может, мелочи там, может, она десяточек насобрала полную сумму, всякое. Вот. Как бы внешне она не выглядела преуспевающим бизнесменом. Потому я даже не подумал. Потом она на конференцию дальше приходила. Я с ней потом пообщался и поблагодарил ее, молился за нее, благословлял ее. Но вот она выполнила свой обед перед Господом, а не с мужем. И в результате я приехал, и мы расплатились за молитвенный дом до конца. Представляете? Вот. А если подумать так, Господь, Ты мне сначала покажи, как придет Твое обеспечение, я хочу точно знать, кто даст, сколько даст, где даст, когда даст. И тогда я двинусь. Вот это, получается, Он мне должен список выложить. Значит, потом ты поедешь в Хабаровск. В Хабаровске к тебе подойдет женщина с Камчатки. Не удивляйся. Не удивляйся. Бери, неси, плати, не удивляйся. То есть, вот как это? Ну, то есть, это так не работает. Получается, женщина уже есть. У нее бизнес там продается. Я этого не знаю. И не могу этого знать. И, значит, значит, что от меня требуется? Вера. От меня требуется вера. От меня требуется доверие Богу. Такая вера в хорошем смысле этого слова слепая. Потому что это слепая вера в том плане, что я не вижу физическими глазами. Я не вижу. И потому это такая вера, говорят, слепая, как, ну, или можно еще сказать детская. Когда ты просто веришь и все. Господу веришь. И мы купили здание. Теперь его продолжаем делать. И вот верой хочу вам сказать, что мы въедем в это здание до Нового года. Да. 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 Будет тесновато, но мы туда въедем. Я не шучу сейчас. Я знаю. Это вечер не отзывается. А все въедем? А? Все въедем. Ну, по крайней мере, мы там встретим Рождество точно все. Значит, план минимум к Новому году. Католическую. Мы, мы, по крайней мере, сделаем верхний этаж. И мы на верхнем этаже уже встретим Рождество католическое. И день рождения Наташи. Вот. Вот. День Рождества американский, да? Американский, да. Американский международный? Нет, но американцы. Это Рождество праздновать, или еще бы Америки не было даже. Ну, да. Справедливо. Америка не стареет всего лишь. Бойерка старше, чем Америка. Букажи, я знаю. Поэтому дороги... Я была в полицию не столько раз. Поэтому дороги дайки. В Америке что дороги больше? Молодая страна. Ну, да. В общем-то, в этом много правды. Сколько лет Бойерке, кто знает? Почти 400 лет. 400 лет. Реально, Бойерке больше, чем Америки. Серьезно. Первое упоминание лета, как 400 лет. Когда Киев появился, рядом родились с первым городом. Дальше. Борисов, город, в котором мы родились, Аманда, ему тысяча с чем-то лет уже. Борисов. Да. Так что Америка очень молодая. Мне просто это так, потому что очень рад за Борисов. Мы заедем, да. Мы заедем. Нам нужны финансы, но мы Рождество 25 декабря встретим в нашем здании. На верхний этаж залезем. Главное, чтобы пол выдержал. Мы можем лимитированный раздать в несколько пол. Мы можем просто по углам разойти, чтобы баланс был равномерный. Или лечь. Или лечь, чтобы равномерно масса рассосалась. Да, если лечь, то... Да, да, мы можем лёжа встретиться. Все, закатиться. Нет, ну это шутка. На самом деле там всё выдержит, всё будет нормально. Но прыгать не будем. Работа не получит. А вот. Итак. Кстати, там так красиво вечером. Да, ты схожешь. Прямо иллюминация дома. Священие. Как ёлочка горит. Там кто-то есть. Да, всё время. Сегодня ехали, на балконе стоял. Иван. Чувствую. Наши дети священы. Говорит, а я делаю ваш дом. Матфея, 6 глава. 24 стих. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и деньгам. И мамоне. И ещё раз здесь подчёркнуто, что надо именно Господа искать, а не деньги. Нельзя деньги ставить во главу. Посему говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть, или что пить, или для тела вашего, во что одеться. Смотрите, здесь написано «не заботьтесь». «Не заботьтесь» — это означает «не бойтесь». «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» «Лучше». «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» «И об одежде что заботитесь?» «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачу вас мало веры». Обратите внимание на слово «мало веры». Нам надо много веры. Нам надо много веры. И обратите внимание, что речь идёт именно о вере. Когда речь идёт об обеспечении, речь идёт о вере, а не о самом обеспечении. Итак, не заботьтесь, это значит «не бойтесь». Итак, не бойтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться. «Потому что всего этого ищут язычники, потому что отец ваш небесный, потому что всего этого ищут сироты, язычники, безотцовщина, те, у кого отца нет небесного, которые не заботятся о них. Он говорит, а у вас есть отец, потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это всё приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. Довольно для каждого дня своей заботы. И также у нас есть много планов на будущее, но Бог нас учит. Не думайте о том, где взять на завтра, думайте, как заплатить за сегодня. Страх приходит тоже, когда мы начинаем думать, а как я заплачу за завтра? Знаете, сколько раз у нас во время проектов было такое, что вот есть деньги на проплату, которую надо сделать сейчас. А на проплату, которую надо сделать через час, денег нет. И есть проплаты через час, через два часа, через три часа, вот в течение дня, и они обязательны. И Оля приходит ко мне и спрашивает, за что платить первое? Я говорю, плати самое необходимое. Вот то, что реально мы не можем не заплатить, вот обязательно надо заплатить прямо сейчас. Она делает эту проплату и сверхъестественным образом. Просто ты потом удивляешься тому, как ты на это смотришь. Финансы продолжают приходить, и своевременно, буквально всё оплачивается так, что когда мы оплачивали что-то, мы отсюда переслали какие-то финансы, уже после армянской конференции. И нам финансы пожертвовали, финансы партнёры. И когда их отправляли из Казахстана, их нечаянно отправили в Узбекистан. Представьте, наши деньги в Узбекистан. Перепутали вообще. А банк закрывается там во сколько? В 5 часов закрывается банк. И нам нужно, а там была такая, я уже не помню детали, детали стираются со временем. Но такая была ситуация, что нужно реально, вот только прямо сегодня, обязательно надо было заплатить. Вот. А они взяли и отправили в другую страну эти деньги. И вот в этот момент ты либо можешь паниковать, бояться, а можешь помолиться и сказать, Господь, нужны финансы до 5. Понимаю, что осталось несколько часов, там, может, 3 часа осталось, но нужно до 5. Господь благослови. И потом не переживать. И я настроил своё сердце так, что я не буду волноваться. А ситуация серьёзная. Деньги нужны обязательно. То есть на завтра уже нельзя. Нужны деньги сегодня. Что там была за ситуация? Не помнишь? Аренду или гостиницу, да, надо было платить? И они сказали, а, точно, точно. И Надя там была, точно. Надя в заложниках там была. И так ты тогда напоминай, что там было. И сказали, что всё, вот последнее, да? А там потом выходные, по-моему, начинались или что-то? Нет? Нет, я уезжала. Или ты уезжала? А, ты уезжала. И потому нужно было именно при тебе, а у тебя уже билет на завтра там что-ли, да? Вот, билет на завтра. То есть нужно было именно обязательно. Вот. И сразу тревога постучалась в моё сердце. Первое. Первое. Она просится. Знаете, тревога не заходит без разрешения. Страх не заходит без разрешения. Он стучится. Кто там? Страх. Запусти меня. Он реально, он стучится. И мы решаем, пустим мы страх в своё сердце и переживания или не пустим. Серьёзно. Это прямо, ну, бывали моменты, что я боялся. Бывали моменты. И точно так же страх стучался ко мне. И бывали моменты, что я дверь открывал, и страх начинал заполнять меня. И я каялся, потом говорил, Господь, прости меня, потому что сам страх уже выдаёт моё неверие Богу, и за него надо каяться. За сам страх уже надо каяться. Говорит, Господь, прости, что я тебе не доверял. Прости меня, Господь. А ты верный Бог, и ты обеспечил. И, короче, мы всё за 15 минут до закрытия банка, представьте, мы, по-моему, да, 15 минут? Оля, 15 минут, по-моему, да, я так помню, цифру мне запомнил. Я забежала в банк, банк уже закрывается, там я не могу фотографии перевода открыть. Что-то это с этим было переводом. Интернет. Да, да. Что-то стало включить. Да, это с этим, да. Там в банк, в общем, подключили свой интернет мне, чтобы я открыла фотографии, и быстро там перевод получили. Правда, сейчас есть. Присядь. И проплатили всё. Вот. И Надя. И вот в этой ситуации, и вот в этой ситуации, в этой ситуации я не переживал. Я не знаю, переживал или Надя, но я не переживал. У меня были другие ситуации, когда я переживал. Но чем их больше накапливается, тем ты больше понимаешь, что твои переживания делу вообще не помогут. Твой страх делу вообще не помогает. Только всё усугубляется. Если бы страх помогал делу, я тогда, я за. Но он не помогает. Но он не помогает. Ничего не происходит. Ты просто боишься, и всё. Лучше без страха всё делать. И смотрите, что здесь написано. Ищите Царство Божьего и правды Его, и это всё приложится Его. Надо всегда себя проверять вот на что. Ищу ли я Царство Божьего и правды Его прежде всего? Вот что главное. Потому что здесь обещано, что обеспечение придёт именно к тем, кто это условие выполняет. Проблема начинается тогда, если я не ищу Царство Божьего и правды Его прежде всего. Вот тогда никто мне не гарантирует обеспечения. Это Царство мне не гарантирует обеспечения. Но если я ищу Его интересов, это Царство Божье, Царство обеспечит всё. Господь обеспечит всё. Потому что я ищу Его интересов. И тогда Он заинтересован в том, чтобы всё обеспечить. И это не моё дело и не моя вообще забота. Это Божья работа и Божье дело, чтобы всё обеспечить. И потому вопрос в том, чтобы просто работать на Господа, Господу служить. А сам Господь увидит твой труд для Него и обязательно тебя благословит. Обязательно. Первое Коринфянам 9,7. Какой воин служит когда-либо на своём содержании? Кто насадив виноград, не ест плодов его. Кто пася стада, не ест молока от стада. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего, а в валах ли печётся Бог? Или, конечно, о нас говорится. Итак, 13 стих давайте прочитаем. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Священнодействующие — это мы с вами. Питаются от святилища. И служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования. Знаете, что это означает? Это означает благовествие. Вот что это означает. Не отвлекайся. Здесь, по сути, вот какая суть. Проповедуй. Ну, то есть, работай для Господа. Работай, потому что пропитание достоин трудящийся. Тот, кто трудится, тот достоин пропитания. А не тот, кто боится. Тот, кто трудится для Господа, и тот, кто распространяет Бога, Его Слово, будет Богом обеспечен. Обязательно. Второй Коринфянам, девятая глава. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же я послал, короче, чтобы приготовились все, да? Итак, 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стих. Вот он дальше, он говорит о деньгах. И дальше написано. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». И иногда из этого местописания делают крайность, конечно, типа даже работать не надо, просто сей, и ты будешь только пожинать, и тебе ничего не надо делать, просто жертвуй, и у тебя все будет. Это, конечно, перекос, и такой перекос тоже, он был распространен некоторое время назад. Но при этом может быть другой перекос, что это местописание касается только духовных вещей. Но в контексте здесь речь идет конкретно о деньгах во всей этой главе. И поэтому также это истина. Для того, чтобы Бог благословил нас, нужно приносить пользу Господу, нужно трудиться для Него. Но также нужно сеять. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, то сеет щедро, тот скупо и пожнет. Если ты хочешь увидеть в своих финансах чудеса, нужно уметь делать особенные жертвы. Вспомните вдову Сарепскую, которая, когда у нее не было елея, когда не было... Она должна была от голода умереть, и многие люди умирали от голода, и она должна была тоже умереть. Она отдала последнее, и этим спаслась. Естественная реакция человека, когда у него не хватает зажать вообще и перестать жертвовать вообще. И начинать скудно так по одной капле выдавливать пожертвования, просто так по чуть-чуть там бросать в ведро там еле-еле. Потому что мне ж мало. Вот и там мы тоже бывали. Я знаю это состояние, и знаем, и наша семья знает это состояние, когда зажимает тебя, и ты начинаешь меньше жертвовать. Это ловушка. Если ты начнешь меньше жертвовать, если мы будем мало жертвовать, мы не увидим Божьих чудес в финансовой области. Каждый раз, когда мы делали какие-то радикальные такие жертвы, порой безумные, когда нам реально ничего нет, а мы собираем все, что есть, и жертвуем, каждый раз мы видели финансовое чудо. И не только давно, но даже недавно, даже вот в марте месяце мы сделали особенную жертву нашей семьей, и мы увидели большое Божье обеспечение. Мы сделали особенную жертву ради того, чтобы к нам пришли финансы, чтобы мы их тоже смогли пожертвовать. Таким образом, мы пожертвовали тысячу долларов, которую собирали больше полгода. И вот за полгода пожертвовали уже 7 тысяч долларов. И мы дали Богу обет, что мы принесли Богу обет, что мы до конца года 10 тысяч долларов пожертвуем. Еще 3 тысячи долларов мы хотим пожертвовать. И когда мы это сделаем, я ожидаю чудес. Я верю, что если мы пожертвуем 10 тысяч долларов, что-то Бог особенное сделает для нас. Я не знаю, что, но я верю, что Бог благословит нас. И проверяйте себя всегда. Когда последний раз вы делали особенную жертву для Господа? Вам не хватает денег? Разрушайте нищету жертвой. Воюйте с нищетой пожертвованием. Сильным пожертвованием. Нападите на нищету жертвой. И, конечно, с молитвой. И вы увидите чудо. У вас будет свидетельство. А потом обязательно свидетельствуйте, чтобы нас всех вдохновить. И последнее место Писания — это Матфея 10 глава. Я ее пропустил, когда читал из Евангелия. Давайте ее посмотрим. Матфея 10 глава. И потом мы помолимся за финансы. И здесь написано, что Иисус, призвав 12 учеников своих, дал им власть над нечистыми духами, изгонять их, врачевать всякую болезнь, всякую немощь. И дальше посмотрите с 5 стиха. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря на путь, к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, идите наипачи к погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Смотрите, он им еще сказал, не зарабатывайте. Реально у них было искушение за исцеление. Многие на исцелениях зарабатывают, правильно? Многие на исцелениях. Представьте, когда ты помолишься и кто-то исцелится, реально можно на этом бизнес сделать и неплохо зарабатывать. Он им сказал, все это делайте бесплатно, ни с кого ничего не берите. Мы поэтому, кстати, когда, например, даем нашим вещателям транслироваться на телеканале Бог ТВ, мы не берем с них денег. Вы знаете об этом. Не продаем рекламу, не берем денег с этого. Изначально, с самого начала мы решили, что этот канал будет некоммерческий. И они оплачивают свои собственные расходы, там, минимальная цена. И хотя на самом деле можно было бы брать нормально денег со всех и готовы платить. Готовы платить. И особенно некоторые готовы платить. Есть такие, которые, знаете, они готовы любой ценой как-то продвигаться. И они готовы платить. Но мы говорим, нет, не возьмем. И сами выбираем, кого будем транслировать, а кого нет. Чтобы не понижать качество канала. Чтобы только самое лучшее было на канале Бог ТВ. Самое чистое Евангелие. Самое свежее слово. Самое здравое, правильное. И он им сказал, даром получили, даром давайте. То есть не зарабатывайте своим служением. Более того, смотрите, у них же были тоже какие-то деньги, правильно? Было же у них имущество, одежда какая-то. И он им говорит, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Представляете? Он им даже не разрешил вторую одежду взять. Задумайтесь. Они хотели взять обувь запасную. И он говорит, нет, не дам запасную обувь с собой. Нет. Все оставляем здесь. Меди не дал даже. Было все. И золото, и серебро. Все было у них. Потому что были пожертвования. И не дали им. Он не дал им. Почему он это сделал? Он хотел их научить верить Господу. И точно так же, почему у нас сегодня нет, порой не хватает? Он хочет нас научить верить Ему. Мы с вами точно такие же ученики. Почему порой у тебя не хватает сейчас? Почему нам не хватает тысячи долларов на то, чтобы вот хотя бы первый план выполнить? Почему ее не хватает? Потому что бывает такое, что, знаете, иногда сам Иисус забирает. Вот согласно этого местописания, сам Иисус может забрать. Даже то, что есть. Можете себе представить? Даже то, что есть, забрали. Было и забрали. А знаете почему? Чтобы надежда наша была не на то, что есть, а на Господа. И потому он вот эти все фундаменты, все эти подпорки, которые мы себе делаем, он просто выбивает их, убирает. И говорит, стой верой на своих ногах. И дальше он им сказал, в какой бы город или селение не вошли вы. А, и вот здесь еще важные слова. Не берите с собой ни посоха, ни одежды там и так далее. Ибо трудящийся достоин пропитания. Вот оно. Трудящийся достоин пропитания. Нужно трудиться для Господа. Вот это важно. Нужно для Господа трудиться. А трудящийся достоин пропитания. Потому надо всегда себя проверять. Я ищу Царство Божие и правды Его прежде всего. Если да, все, спи спокойно. Обеспечение придет. Я тружусь для Господа. Я не ленюсь, я тружусь. Если твой ответ да, все, перестань волноваться. Ты делаешь то, что тебе Господь говорит делать. Если твой ответ да, все, перестань, не волнуйся. Не переживай. Верой иди туда. И все. И они верой пошли. И потом в разных селениях были люди, которых Господь использовал, чтобы их в свой дом принять, чтобы их накормить, чтобы им там одежду необходимую дать. Уверен, они еще с собой что-то принесли. Наверное. Одежду какую-то принесли с собой. Еще денег с собой принесли. Еще что-то. Уверен. Вот просто. Вот. И Бог обеспечивает. Поэтому давайте мы доверимся Господу. Давайте уповать на Него. Верь Богу в своих обстоятельствах. Я сейчас верю в то, что до лета где-то придет 80 тысяч долларов на то, чтобы достроить этот дом. Молитвенный центр. Я верю в то, что еще 50 тысяч долларов придет в мае на конференцию, которую мы будем делать в Москве. Я верю в то, что мы купим скоро землю в Москве. И построим там также дом молитвы и миссионерскую базу, и медиаслужение. Мы построим скоро в Москве. Верю, что скоро до конца Максим все выкупит. И может быть еще мы ему поможем деньгами в Эстонии. И школа Ипси. Давайте вместе в это верить, но также верь в то, что Бог обеспечит финансами тебя. Вот давайте так договоримся. Я буду верить в то, что Бог даст финансы на все, что я перечислил, а вы поверьте, что Бог денег даст вам, чтобы вы служили Ему. Аминь. Это план минимум, потому что потом нужно свою веру тренировать и упражнять, что я буду вечно один верить в здание и в конференции. Надо, чтобы вы верили в то, что придут сотни тысяч долларов, а я просто пришел на конференцию и проповедовал на ней. Аминь. И плохой я буду наставник, если я не научу вас этому. Серьезно? Надо расти, надо идти дальше. Обеспечить себя — это план минимум. Что такое обеспечить себя? Что? Еда и кровь, да? Еда и кровь — самое главное. Что значит обеспечить себя? Это такое простое. И мы даже в это порой не верим. Иисус потому и говорил, маловерные. Ну, то есть в том плане, что Он имел в виду, умножайте свою веру. Вам нужна вера. Как это так? Верьте, доверьтесь Господу, что Он обеспечит вас. Сделайте что-то особенное со своей верой. Умножьте свою веру. Доверьтесь Господу. И не просто верьте Ему, а так, чтобы увидеть плоды своей веры, чтобы ваша семья, ваша личная жизнь, ваше служение были обеспечены финансами, и вы бы не нуждались ни в чём. Это план минимум. А дальше вам нужно верить в здание, которое Господь даст для служения. Дальше надо верить в другие вещи, надо идти дальше. Надо верить в сотни тысяч долларов, в миллионы долларов, которые Господь нам даст. Надо идти дальше. Так что давайте возрастать. Вера, она качается. Вера, она тренируется. А также места Писания, которые сейчас мы с вами прочитали, эти, конечно же, есть много других мест Писаний. Пожалуйста, учите их наизусть. И повторяйте их снова и снова. Они должны быть в подсознании глубоко. Они должны быть в Духе. Потому что только слово «Логос» не поможет нам. Нужно слово «Рэма». Эти места Писания я повторял в разных ситуациях, когда нужны были финансы множество раз. И именно через многочисленные повторения этих мест Писаний в молитве вера стала вселяться в мое сердце. Та вера, что есть в моем сердце, она не пришла из воздуха. Она пришла из Библии, из прочитанных только что мест Писаний. Этих и еще некоторых других. Когда ты их читаешь, они тебя вдохновляют. Вы чувствуете сейчас веру? Вы чувствуете свою веру? Вот у половины из нас эта вера выветрится через день и через два. Знаете почему? Потому что вы сейчас чувствуете мою веру. Когда я делюсь, вы ее чувствуете. Хотите иметь собственную веру? Вам нужно самим в этих местах Писания укорениться. Потому что вера приходит от слышания Слова Божьего. И значит, нужно эти места Писания не только выучить наизусть, а их нужно повторять так много раз в молитве. Они должны стать частью Духа. Они должны стать частью нашей внутренности. И потом они будут вас держать, они будут вас питать. У вас вообще закончатся проблемы с деньгами. У вас никогда не будет проблем с деньгами. Серьезно. Потому что серебро его и золото его. Когда ты понимаешь вот это все реально, А я даже с радостью могу вообразить, вот если бы много у нас было людей веры, которые доверяют Господу в обеспечении не просто свое, а в обеспечении всего служения, в конференции, проектов. Если бы много у нас было людей, способных верить в 100 тысяч долларов, например, для какого-то дела Божьего. Представьте, что мы можем тогда сделать, если эта вера соединится многих людей. Чудеса такие будут вообще происходить. Поэтому это наша с вами цель. Мы с вами сейчас тоже говорили о видении нашего служения. То есть мы планируем с вами много чего для Господа сделать, а значит нам надо умножать веру. Потому что все, о чем мы с вами говорим, подготавливает нас к будущему. Не случайно мы говорим обо всем, о том, о чем говорим. Это все нас готовит к тому, что Господь планирует сделать. И для этого нам нужна вера, в том числе в Божье обеспечение. Итак, давайте умножать свою веру. И если вы хотите, чтобы эта вера, которая даже сейчас наполняет ваше сердце, она в вас осталась, конечно, я так сказал, она у некоторых выветрится. Может не выветрится. Если вы возьмете эти места Писания, на них встанете сейчас, начнете повторять эти места Писания, начнете учить их наизусть, молиться этими местами Писания, верить в них, провозглашать их, то, конечно, тогда никуда эта вера не денется. Наоборот, она укоренится, умножится, и она станет на основании Божьего Слова, на твердое основание Божьего Слова. Потому что и тогда, если эти места Писания, они оживут для вас, вы станете генераторами веры. А иначе придется постоянно вас подкачивать. Есть такое состояние, когда тебя постоянно подкачивают. Когда твоя вера тает, все время страх приходит за будущее, и тебя надо все время подкачивать. Это тоже не Божья воля. А бывают похитители веры. Да, и нам нужно веру друг друга поддерживать и умножать на самом деле. Вот. И поэтому давайте возрастать в доверии Господу в финансы. Потому что финансы — одна из важных областей. И когда мы читаем Библию, мы видим, что и Скиния, и храм, и многие другие великие Божьи дела, они были сделаны благодаря пожертвованиям, которые делали Давид, Соломон и многие люди Израиля. Все было сделано верой в Божье обеспечение и стоило очень дорого. Вот. Поэтому нам нужно очень много денег на Божью работу. Очень много денег. Вот. Поэтому давайте учиться, давайте возрастать и учиться уже верить не просто в то, что у меня будет крыша над головой, еда, и там, если у кого дети есть, я няню смогу себе взять и обеспечить ее финансами. Если надо, две няни. И тогда мы не будем отвлекаться, а мы с женой будем Господу служить. А давайте верить уже в то, что каждый из нас может за конференции платить и за проекты платить, и за большие вещи делать. Там студии создавать, я не знаю, библейские школы строить и многие другие вещи. Потому что, как в любой области, один человек, он будет идти медленно и, ну, все равно он ограничен. А если у нас больше работает команда и верит команда, и команда достигает цели, происходит умножение. Один прогоняет тысячу, двое тьму написано. И поэтому, если мы вместе начнем, вот придем в эту точку и сможем это делать. Представьте, как тогда все двинется. А моя задача, как лидера, чтобы все могли делать то, что могу делать я. Правильно? Задача лидера, суть ученичества, как мы читали с вами, каждый усовершившись, будет как учитель его. То есть вот все, что я могу делать, каждый должен уметь делать. Вот прямо не должно такого остаться, ничего, что вот я что-то могу, а кто-то этого не может. Вот буквально. Так должно быть прямо, все полностью должно быть передано и принято. Тем более, что ничего сложного вообще нет ни в чем. На самом деле все очень просто. Вот. Так что у нас с вами большое будущее. И много всего хорошего готовит Господь. Нас ждут большие чудеса, которые мы с вами увидим. Вот. И в том числе ближайшие чудеса. Мы это здание достроим. Мы в Москве построим здание. Мы увидим в Эстонии, как до конца все будет выкуплено. И также дальше. В других странах. Мы увидим с вами, как будут создаваться наши миссионерские базы, молитвенные центры, где будут команды наши служить. Господу на полное время. Так что нас станет много по всему лицу земли. Вот. И... Ну, кроме финансов, мы верой также и умножаемся. Нужны... Нужна также вера на то, чтобы... И вот все то, что я сейчас сказал, тоже сделать. Потому что мы точно так же и верой умножаем служение. Просто вере. Это тоже такой же шаг веры, как во всем остальном. И верим, что... Вот это Максим, наверное, смотрит. Максим, ты смотришь эфир, да? Или нет? Максим пишет. Пишет, хорошая новость. К нам из Норвегии направляется помощь для служения. Слава Богу. Вот. Очень рады. Слава Богу. Вот. Максим хороший пример веры в Божье обеспечение. Да. И фура такая. Что-то она не открывается, эта фура. Короче, и фуру, фотку фуру он выложил. Что к ним едет? Фура с обеспечением. Интернета нету, что ли, да? Или есть? Аминь. Так что давайте встанем на эти места Писания. Практика. Вот она, практика. Возьми эти места Писания, встань на них, работай с ними, молись ими, умножай свою веру, а также, вы же понимаете, что вера без дел мертва. Правильно? А также действуй согласно своей вере. В Божье обеспечение. Вот. Очень важно действие согласно Божьей вере. Если мы будем действовать еще, потому что просто верить, сидя на диване, тоже не получится. Нужно верить и действовать. И вместе это произведет чудо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok